Национальное телевидение «Чуваши» и агентство системного интернет-маркетинга «Аплэп» представляют. Интернет-партнер проекта – телеком-оператор «Дом.ру». Всем привет! Это Вебинар ТВ, и мы продолжаем наше обучение вместе с агентством системного интернет-маркетинга «Аплэп». Мы уже многое знаем про классический интернет-маркетинг, практически научились писать диджитал-стратегии. Пора переходить к продвижению в интернете, о чем сегодня и пойдет речь. Сегодня занятие по рекламе в интернете. Обсудим, собственно, какие вообще форматы рекламы бывают и какие показатели есть у интернет-маркетинга, на какие обращать внимание. Здесь мы уже чуть-чуть коснемся воронки продаж, которые я обещал. Собственно, первое, что важно понимать, это пирамиду распределения бюджета в рекламе. Есть три категории. Есть производители, есть дистрибьюторы и есть пользователи, то есть физические лица, те, кто использует продукт. Производители имеются в виду Джонсон и Джонсон, не знаю, кто там, Мерседес и прочее. Дистрибьюторы – это уже те, кто продают эти товары. Не кто их производит, а кто продает. Хотя иногда в бизнесе и производитель одновременно является дистрибьютором. То есть он сам продает, сам как Икея, например. Она и производитель, и дистрибьютор. Соответственно, у производителя в основном используется имиджевая реклама, то есть не нацеленная на продажи, потому что продают у них уже дистрибьюторы. И бюджет этой рекламы, ну, примерно, если представить, он прям, ну, где-то там одна какая-то часть. Это про интернет-рекламу мы говорим, здесь не про общую, там, телек и прочее. То есть понятно, что в телеке как раз наоборот везде имиджевая реклама, да, а не продающая. Дистрибьюторы занимают, ну, такую среднюю половину, наверное, всего. Это как раз рынок контекстной рекламы, это SEO, это социальные сети, ориентированные на продажи, там, не знаю, группы и прочее, RTB и много других инструментов. Вот, здесь уже, да, вот как раз контекстная реклама, SEO и прочее задействуется. И последнее, это люди, то есть то, что они платят, да, и есть такая категория user payment. Сюда относятся как платежи за контент. Например, там, ну, не знаю, подписки на определенные видеоканалы, там, или еще что-то, где оплата идет. И интернет-магазины и прочее, то есть все, что платят люди. User payment. В дословном переводе – оплата от пользователя. Это программы, приложения и другой контент, за которые платит сам пользователь. В категории user payment можно отнести покупку жизни или дополнительных бонусов в онлайн-играх, платные вебинары или учебные пособия и так далее. Какие форматы бывают? Раз мы с имиджевой начали, то есть как раз это медийная реклама. Вот, в частности, здесь несколько примеров. Это РБК, это Яндекс, да, где есть всегда один центральный баннер. Вот, или в поиске встречается еще баннер, уже более тематический, который соответствует запросу. И можно сюда еще отнести спецпроекты. То есть это все, что… ну, то есть так или иначе можно отнести какой-то имиджевой рекламе, да, по большей части. То есть с помощью медийной решаются задачи имиджа. Вот, ну, или вот на Чебру, да, где тоже куча баннеров висит. Второй формат – это поисковые системы. Здесь я сразу привожу в пример и SEO, и контекст. То есть нужно что понимать, что когда мы вбиваем какой-то запрос, у нас есть определенный блок с рекламой, да, где прям подписана реклама. Есть, опять же, рекламный баннер. Он не всегда, не по всем запросам выводится. То есть если только кто-то купил по этим запросам, размещение медийной рекламы называется это «Баян». Относительно, кстати, практических инструментов. Его можно использовать. Дальше уже идет органическая выдача, которая достигается с помощью оптимизации сайта, ну, SEO. То есть SEO – это «Search Engine Optimization». То есть сайт оптимизируется, продвигается и выводится в топ-10. То есть то же самое в Гугле абсолютно. Только там баннер, по-моему, справа не выводится. И, ну, российский рынок здесь не уникален. Есть во всех странах практически точно такая же ситуация. То есть, например, в Америке, в Англии и в прочих странах там Google занимает вообще 90% рынка. Соответственно, все форматы, которые так или иначе связаны с поиском, они до нас доходят просто там с двух-трехлетним опозданием. Ну, или там где-то через один год уже. Но мы видим все то же самое. А в Китае, например, уже наоборот. Там продается вся выдача. То есть у них «Байду», по-моему, называется, поисковик. Там просто покупаешь места. То есть там нет разделения «Контекст», «Сео». Просто хочешь купить 50-е место – покупай 50-е. Следующий формат – это тоже контекстная реклама, но уже на площадках. То есть принцип у нее точно такой же. Вы что-то искали, дальше выходите по интернету. И на каких-то сайтах есть блоки рекламные, которые вам показывают, по сути, тот контент, который вы искали до этого. Например, если вы владелец сайта какого-нибудь блога, не знаю, портала, то вы можете установить у себя вот такие блоки. Они могут быть стилизованные, как в случае с лентой.ру здесь, или не стилизованные. И будете получать доход с переходов пользователя с этих рекламных блоков. Там, по-моему, 50% или сколько. Только не надо самим кликать, потому что это называется там «фрок» или как-то так. То есть или «фрод». Оттуда, ну, за это банятся сайты. Контекстная реклама на площадках – это отличный способ заработать на своем сайте или блоге. Речь, конечно, не идет о заоблачных суммах, но на оплату хостинга, домены и продвижения вполне можно заработать. Конечно, для этого ваш сайт или блог должен быть читаемым и качественным. Иначе команды Гугла и Яндекса могут вам отказать. Что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать? Нужно войти в рекламную сеть Яндекса, она же RSEA, или Google AdSense. Как это сделать? Просто погуглите условия и начинайте работать. Они работают по принципу либо показывать то, что вы искали, либо по принципу ретаргетинга или ремаркетинга. Это уже немного хитрее. Это когда человек посетил именно ваш сайт или конкретную страницу вашего сайта. И вы можете поставить условия в тех же системах Яндекс.Директ и Google AdWords, чтобы этого человека догонять просто по всем сайтам. То есть это можно делать как через Директ или AdWords, так и через специализированные системы, которые будут показывать рекламу сразу на всех площадках. И там, и там. То есть есть, например, сервисы, которые позволяют управлять ретаргетингом по всему интернету. Вот я здесь пример как раз привел. Booking.com. Я искал отель в Екатеринбурге в июле. И он мне показывал на ленте как раз все три отеля, которые я смотрел. Когда-то давно, еще весной, я смотрела планировки квартир. И я до сих пор вот везде вот на этих вот там, ну пусть она обособленная, пусть просто так вот. У меня одни квартиры, какие-то новостройки в Москве. То есть получается, что сервис, связанный с рекламой квартир, новостроек, он поглощает все остальное. Не факт. Вообще, по идее, он должен был через определенное время отключиться. Потому что есть понятие cookie, сколько информации хранится. Да, так было раньше. Ну, здесь есть обычный такой крестик, на который можно нажать и сказать, я не хочу это видеть, потому-то, потому-то. И все. Да, я уже объяснял. И он не будет. Вот. То есть, опять же, есть классический формат контекстного объявления, где есть просто заголовок, подзаголовок. Да, либо там еще могут быть адреса, там, телефон и прочая история. А есть формат уже с изображениями. То есть понятно, что формат с изображениями, он более кликабелен. Вот. То есть, это достигается там тоже специальными настройками, через там вот ремаркетинг. Cookie. Это небольшие текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных вами сайтов. Файлы cookie позволяют сайтам запоминать своих посетителей. Например, чтобы каждый раз не переспрашивать их логин и пароль. Именно благодаря этим файлам вас и находят объявления в соцсетях или почте. Искали квартиру? Она будет вас преследовать на протяжении некоторого времени. Хотели найти фасон нового платья? Не удивляйтесь, что похожие объявления постоянно вас догоняют на любом сайте. Хотите, чтобы такого больше не было? Просто отключите cookie. Как это сделать? Прочитайте справку в своем браузере. Сейчас эти cookie, знаете, как блокируются. Вот если честно, я прям настолько глубоко... Появляется вот такая вот, как будто загружается такая штучка, и все, и висит она сутками. Можно? Чтобы нам сделать вот этот ретаргетинг или ремаркетинг, нам что нужно для этого сделать? Нам нужно как раз обратиться куда-то в какую-то компанию, которая... Да. Либо пройти самим курс по настройке Яндекс.Директ или там Google AdWords и просто постепенно, шаг за шагом настраивать. А мы обращаемся в какую-то компанию. А эта компания куда обращается? Компания является посредником... Она на Яндекс обращается? Да, да. Ну, то есть, как вообще это все выглядит? Вот есть... Есть системы, да? SSP, назовем их так. Это что-то там, сейлс-платформ. Это Яндекс, это Google, Mail и прочее. Да, дальше есть... Агентства. Такие, как Apple App, например, да? И есть куча клиентов. То есть, эти клиенты иногда работают напрямую. Иногда они работают через агентства. Есть еще сервисы. Например, по-моему, E-Lama называется сервис. Вот есть, который для новичков, для небольших рекламных компаний там есть какие-то возможности, ну, такой простой автоматизации контекста. То есть, как правило, заказчики действуют, ну, вот так вот. То есть, деньги текут отсюда. И просто здесь остается, там, типа, 7-10% от бюджета рекламного. Ну, классическая схема той же самой дистрибуции. Вот, и все. Где можно поучиться Директу и Гуглу? Нужно ли в это вовлекаться самому или проще обратиться в агентство? Именно эти вопросы интересовали наших участников. Как сформулировать задачу для агентства, чтобы достичь нужных результатов? Обращаемся в агентство и говорим, что нас интересует, допустим, ретаргетинг, да? И уже какую-то более подробную информацию они сами из нас. Нет, вы в агентство обращаетесь, говорите, сколько вам нужно целевых действий. Нам нужно столько-то продаж, нам нужно столько-то, ну, там, не знаю, заявок. То есть, агентство уже само подбирает инструменты. Вы не должны агентству говорить, какие инструменты, по крайней мере, сейчас вот на данном уровне, на котором находитесь. Если вы еще интернет-маркетингом будете заниматься и дальше, и будете понимать действительно, чем все каналы друг от друга отличаются, какие там тренды, то через год вы уже будете приходить, да, и говорить, что нам нужен ретаргетинг. Сейчас пока надо говорить о бизнес-целях. В любом случае нужна будет полная аналитика, чтобы они поняли, что нам надо, чтобы сделать то, что мы хотим. Если ты знаешь, какой бизнес-процесс тебе нужно продвинуть, там может быть не брюнная, а может быть локальная. То есть, контекстная реклама, она чем хороша, что можно просто сделать лендинг, например. Лендинг. От английского landing page. Посадочная или целевая страница. То есть, веб-страница построена определенным образом. Главной задачей таких страниц является конвертация посетителей в покупателя или клиента компании. Побуждение к целевому действию. Анализ действий пользователей на целевой странице позволяет маркетологам определить успешность рекламы. Запустить туда контекст. Вот SEO в этом плане, оно шире. Потому что SEO зависит от кучи вещей. От контента, от разработки, от дизайна, от много-много всего. Контекст в этом плане. Делается одностраничник, например, вы решили провести какую-то акцию. Да, свою там. Делается одностраничник за два дня. Можно на сервисе Tilda его сделать даже самостоятельно. Мы много говорим про одностраничники. Можно ли сделать их самому или нужно искать специалиста. На сегодняшний день лендинг-пейдж может самостоятельно сделать себе практически любой. Причем сделать это можно даже бесплатно. В сети уже есть несколько площадок, которые предлагают готовые шаблоны как для одностраничников, так и для полноценных сайтов. Одни из самых популярных это Tilda и VIX. Просто заходите, регистрируетесь и переделываете понравившийся шаблон под себя. Можете даже разместить его в сети бесплатно, если не хотите покупать собственный домен. Правда, тогда и продвигать сайт будет очень сложно. Он не индексируется поисковиками, поэтому не будет выдаваться при поисковых запросах. И запускать сюда контекст, настраивать все эти ремаркетинги, агентство это может сделать за пять дней без какой-либо там длинной стратегии. Все. Если вам нужна задача там серьезная, то есть увеличение там объема продаж в два раза с помощью интернета, то тогда, конечно, пишется стратегия там. То есть здесь просто важно вот понять задачу. Вы должны уметь вытаскивать из собственника бизнес-задачи и транслировать их подрядчикам. Следующий рекламный формат это социальные сети. В нем, опять же, условно формат, скорее это площадка. То есть здесь форматов есть очень много. Я вот привел просто две системы, Facebook и ВКонтакте. В Facebook есть возможность продвигать посты. Причем сейчас там их можно тоже по-разному настраивать. Можно галереи выводить. Например, в вашем случае вы можете сделать какой-нибудь продвигаемый пост. и сюда выводить, например, там пять разных моделей, очков, которые человек может прямо сразу здесь же покликать, перейти на них. Здесь, чем он интересен, что здесь сразу два целевых действия можно добиваться. Первое, это лайки страницы, нравится. Второе, это скачать, например, или перейти на сайт, или еще что-то. То есть сразу двух зайцев можно убить. Второй формат в Facebook, который есть, это таргетированная реклама. Я не помню, я рассказывал про разницу между CPC и CPM в ней. То есть, как бы, есть несколько стратегий показа такой рекламы. Первое, это когда оплата производится за тысячу показов. И в данном случае цена, ну, такая, относительно небольшая. А вторая возможность покупать рекламу, это с ценой за клик. И в данном случае цена ставится выше, потому что это абсолютно логично, потому что если никто по вашему объявлению кликать не будет, то Facebook, получается, бесплатно вашу рекламу крутит. Ну, то есть, как бы, люди ее видят, да, они не переходят, то есть, вы какой-то цели не достигаете, но люди контакт с брендом получают. Поэтому выгоднее запускать рекламу по модели CPM, то есть, когда мы платим за тысячу показов. Но это накладывает на вас дополнительную работу по тестированию креативов, так называемую. То есть, вам нужно будет менять здесь картинки, заголовки и подзаголовки. То есть, например, запустили с одной картинкой, потестировали, смотрите, мало переходов, например, CPM, ну, то есть, ну, не знаю, не тот, который нужен, да, там, заменили и прочее. Но так можно снизить стоимость перехода, ну, там, до 5-10 даже раз, если платить за CPM. Вконтакте все похоже, то есть, есть тоже таргетированная реклама, где есть заголовок, фото и подзаголовок. То есть, ну, просто, если переместить фото наверх, будет то же самое, что в Фейсбуке, да. Вконтакте очень долго даже эту рекламу не запускал, пока, по-моему, Дуров не ушел оттуда или от операционного управления его не отстранили. То есть, Вконтакте же там лет сколько, 7 или 10 они были вообще без рекламы. Вот. И есть еще несколько других форматов. Это реклама групп. Ну, по сути, это похоже на вот этот пост продвигаемый, только если бы здесь было только название группы. В Фейсбук такой формат тоже есть, например, рекомендуемые группы. И другой формат рекламы в сообществах. Да, когда мы, ну, это похоже тоже на этот пост, то есть, размещаем картинку, текст, и люди переходят. Раньше у Вконтакте не было возможности эту рекламу давать через их интерфейс. И этим, то есть, было множество сервисов, которые просто были как пиявки, то есть, присосаны Вконтакте. То есть, надо было обращаться, там, social tank, они назывались, еще как-то. Там надо было покупать рекламу, точнее, с ними заключать договора, чтобы они уже размещали рекламу Вконтакте. Сейчас это можно делать напрямую Вконтакте. Как разместить рекламу Вконтакте самостоятельно? Просто зайдите в свой аккаунт и нажмите ссылку «Реклама» в меню с левой стороны. Здесь вы сможете сформировать свое объявление, посмотреть, как оно будет выглядеть, сделать таргетирование, задать максимальный бюджет на день и увидеть всю статистику. Будет ли ваша реклама эффективна или вы потратите деньги впустую, зависит только от вас. Поэтому рекомендую посоветоваться со специалистами, прежде чем запускать рекламную кампанию. Чем этот формат рекламы удобен вообще? Если брать в сравнении с поиском, в поиске мы ориентированы только на ключевые слова, по сути. На ключевые слова или максимум на аудиторию, которая посещала определенные сайты. Здесь мы уже можем задавать такие параметры, как возраст, пол и прочее. То есть у нас улучшается возможность отобрать именно нашу целевую аудиторию. Вот мы помним нашу матрицу потребностей, которую делали. То есть мы можем прям по ней, если мы портрет клиента идеально опишем, дать прям очень четко. Но здесь важно понимать следующую вещь, что чем больше вы таргетируете, тем дороже будет стоить переход. Что такое таргетирование? Это выбор своей целевой аудитории. Причем, в отличие от традиционных СМИ, интернет позволяет сделать таргетирование не только по полу и возрасту или местонахождению, но даже по времени суток, чистоте контактов или интересам. Следующие форматы, точнее, следующие виды рекламы – это мобильная. Сейчас это уже целый рынок. Мобильная реклама растет очень большими темпами, естественно, вместе с количеством пользователей мобильных устройств, со временем, которое мы проводим мобильных устройств. Здесь вот можно выделить, какие форматы, точнее, какие системы. Это AdMob, тоже гугловский инструмент, где можно размещать мобильную рекламу. Это AdWords, где внутри тоже можно делать отдельные компании по мобайлу. Вот там, например, как это может выглядеть. Это соцсети, у которых сейчас уже тоже у всех есть возможность показывать только для мобильных устройств рекламу. И какие-то спецформаты, вот сейчас эти новостные сайты часто пользуются. То есть, например, на Lent.ru заходишь, там сразу раз перетяжка на весь экран. То есть, очень эффективный формат с точки зрения контакта с брендом, но очень назойливый. Вот. Его надо делать либо суперкреативным, чтобы люди действительно увлеклись и как минимум ставить ограничения по количеству показов, если этим пользоваться. То есть, чтобы людям не показывалось это по 10 раз, потому что, когда человек 10 раз кликает, он уже проклинает и сайт, и бренд, который рекламируется. Особенно здесь еще технически такая недоработка есть, которая, я вот не знаю, как она правильно даже, как бы она правильно работала. То есть, когда загружается сайт, сначала загружается контент сайта. Ну, что логично, то есть, там, заголовки, да, с статей, там, превью, и только потом появляется баннер. И ты, например, хочешь кликнуть на первую новость, которая загрузилась, ты, пока ты палец тянул, у тебя раз баннер, да, там сместился, ты кликнул, и все. То есть, ну, с одной стороны правильно, что контент первым грузится, с другой стороны, что, наверное, как бы баннер должен, ну, загружаться тогда еще через какое-то время, чтобы человек, если кликнет, ну, не нажимал на него. Это воспринимается как раз уже сейчас как спам. Ну, вот, они же вроде о людях заботятся, сначала контент тебе дают, но ты кликаешь, и вот. Еще есть форматы видеорекламы, да, то есть, в частности, YouTube. Да, здесь, ну, тоже здесь есть стандартные блоки, которые показываются, как контекстная реклама, то есть, заголовок, подзаголовок, ссылка, которые вот очень сильно начали использоваться с прошлого года, по-моему, раньше их особо не было. Вообще, видеореклама не ограничивается YouTube, понятно, что есть и рутюбы, и есть возможность видеорекламы в таких сервисах, как Иви, там, или, ну, вот, Smart TV, которая развивается, то есть, все это растет, все это будет расти, то есть, видеореклама никуда не денется. Многие форматы рекламы в интернете похожи на традиционную рекламу. Например, интернет-баннеры напоминают модули в прессе. Видеореклама – обычные ролики на ТВ, которые, правда, нельзя переключить и придется досмотреть до конца. Есть другие форматы, которые тоже, в принципе, нам знакомы. Следующий формат – это классифайды. То есть, классифайды – это сайты с объявлениями. Классифайды тоже развиваются, особенно вот Авито в этом плане у нас удобен, потому что у него большая аудитория, вам не надо бегать по 10 разным системам, размещать рекламу. То есть, здесь есть, помимо возможности выделения спецразмещения, по сути, да, цветом, еще чем-то. Есть VIP-объявления, и сейчас еще добавилась возможность размещать рекламные блоки по модели, как в Яндекс.Директе, то же самое. Про этот инструмент не стоит забывать, его даже стоит, я даже считаю, что его стоит активно использовать, особенно в регионах, потому что в регионах у нас люди в Директ, одна там сотая компания, наверное, знает, что такое Директ, про это вообще одна там десятитысячная. И здесь что удобно, что вы можете тоже таргетироваться, понимая вашу целевую аудиторию, почему мы очень много вначале говорили про целевую аудиторию, потребности, решения и прочие истории. Вы можете понимать, что, например, у вас человек, да, например, часто смотрит, ну, не знаю, у вас есть аудитория, мама с детьми, да, что они смотрят объявления там по продаже, не знаю, там, бу, всякой мебели, еще чего-то, пожалуйста, можно там показывать, ну, для примера, да, то есть, когда ищут репетиторов, можно показать им курсы, профориентации, точнее, тесты по профориентации, потому что, ну, если люди заботятся, ну, думают о том, что надо чему-то научить, то можно им подсказать, что еще хорошо бы понять, чему учить. Думаю, многие из вас замечали, что когда вы заходите на Яндекс или Гугл карты и пытаетесь там найти кафе или банкомат, то под ваш запрос на карте появляются точки. Некоторые из них выделены, а некоторые нет. Почему так происходит и как это называется? Следующий формат – это геосервисы. Геосервисов много, достаточно, но если выделить основные, это Яндекс карты, Гугл карты, дубль ГИС, еще вот раньше был Форс Куэр популярен, ну, в основном в больших мегаполисах. Вот. Чем удобен формат геосервиса? Тем, что вы очень четко выделяетесь в привязке к месту. Вот пример, это я просто еще неудачный, я взял Москву и взял банк. В Москве очень много банков, которые пользуются этим спецразмещением. То есть, например, человек вбивает банк, да, там на такой-то улице, и вот остальные видны маленькие точки, а другие подсвечиваются прям крупно. Да, раньше это еще звездочкой было там как-то, и показываются это еще и справа в этой области. В Чебоксарах, например, размещением платным на Янекс-картах вообще почти никто не пользуется. Хотя... Какой цены стоит? Я не помню, цены для регионов, но раньше там что-то было типа вот 4 тысяч за 3 месяца, что-то такое. Там тоже от категории зависит. То есть, например, в салонах красоты одна цена, в банках другая, да, ну, что логично, потому что бизнесы по-разному могут платить и зависит еще от того, сколько ищут людей. Но этим очень активно стоит пользоваться. То есть, например, вот в билл салон оптики, остальные ваши конкуренты будут такими точками, а вы будете вот гореть, да? Обязательно воспользуйтесь этим инструментом, ведь иногда достаточно просто быть на карте для того, чтобы к тебе зашли и что-то купили. Еще один формат это маркетплейсы. Классическим маркетплейсом на российском рынке является Яндекс.Маркет. То есть, что такое маркетплейс? Это, по сути, онлайн-торговый центр, где вы можете выставить как магазин, так и товары свои. К маркетплейсам относятся не только такие сервисы, как Яндекс.Маркет, к ним еще относятся, например, какие-нибудь все инструменты, Энтер, если он еще работает, Озон. То есть, потому что эти сервисы, хоть они называют себя интернет-магазин, на самом деле это, а хотя нет, они все называют интернет-гипермаркет. У них из того, что продается, у них на сайте выставлено, реально на складах может лежать 5%. Все остальное это длинные цепочки дистрибьюции, где они просто берут в одном месте, перепродают в другом, за счет объема достигают этих историй. Конечно, уместить все виды интернет-рекламы в одной программе невозможно, поэтому через неделю мы продолжим и узнаем, что такое RTB и как максимально эффективно использовать каждый из видов рекламы, не переплачивая. А я на этом прощаюсь. Смотрите нас каждую среду в 20.30 на Национальном телевидении Чуваши. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова